Добрый вечер, дорогие земляки! Традиционный вопрос, который в последнее время волнует всех нас больше всего, это угроза распространения коронавирусной инфекции. За последние трое суток новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Самарской области нет. В больницах по-прежнему остаются 8 человек. Еще 9 выздоровели и выписаны домой. Но поводов для самоуспокоения у нас тоже нет. Под медицинским наблюдением остаются 4 436 человек. На сегодня у 23 человек результаты первого теста сомнительные. Они все госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Их повторные анализы отправлены на проверку. Очень надеемся, что опасения врачей не подтвердятся. Пожелаем нашим землякам здоровья и скорейшего возвращения домой. Как вы уже знаете, в конце прошлой недели ко мне поступили обращения от руководителей системообразующих предприятий Самарской области и профсоюзов региона с просьбой дать возможность предприятиям вернуться к работе. Региональным постановлением мы такую возможность предприятиям предоставили еще с 4 апреля. Но с важным требованием работодатели обязаны обеспечить на предприятии повышенный режим безопасности работников и санитарного контроля. К таким жестким требованиям оказались готовы не все предприятия. Стоит отметить, что многие руководители очень ответственно оценили все риски работы своих коллективов в период распространения инфекции. И прежде чем вывести на работу всех сотрудников, проводят предварительную подготовку. Так, например, на крупнейшем предприятии региона «АвтоВАЗ» из 35 тысяч сотрудников к работе сегодня приступили только 6800 человек. А на системообразующих предприятиях Самары, наших флагманах, это РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов» – 1500 человек соответственно. На Сызранском Тежмаше чуть больше половины трудового коллектива. Отмечу, что список системообразующих предприятий утвержден еще в 2017 году, понимая, что ситуация за три года изменилась. Поэтому поручил правительству до 10 апреля актуализировать перечень, в том числе включить в него дополнительные предприятия. Дорогие друзья, напомню, в Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Первая неделя такого режима показала, что абсолютное большинство людей соблюдают требования. Но есть и те, кто их нарушает. Сознательно или полегкомысливно. Именно для них сейчас действует штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Это очень существенный штраф. Но основной его целью является сохранение здоровья и жизни людей. Поэтому еще раз настоятельно прошу, соблюдайте режим самоизоляции, строго придерживайтесь правил. Пусть даже они кажутся лично вам излишними и необязательными. Помните, нарушая, вы можете навредить не только себе, но и окружающим. Думаю, никто не заинтересован в том, чтобы беспечность одного человека поставила под угрозу жизнь и здоровье других. Берегите себя. И будьте здоровы!